Водосветный молебен С момента, как митрополит Лонгин возглавил Симбирскую митрополию, он первый раз гостит в Жадовском монастыре. Повод замечательный, престольный праздник обители. Первым делом Владыка сразу же приложился к главной чудотворной святыне, не только монастыря, но и всей Ульяновской области, Жадовской Казанской иконе Божьей Матери. После чего горячо поприветствовал настоятеля монастыря, епископа Барышского и Инзинского филарета. Каждый богородничный праздник для Жадовской обители, как престольный, монастырь был основан 306 лет назад на месте обретения чудотворного списка Казанской иконы Божьей Матери. Спустя века войны и перевороты икона чудом сохранилась и продолжает оберегать землю Симбирскую, которая ныне называется Ульяновской областью, от разных напастей, и при каждом удобном случае перед святыней возносится сугубая молитва. Архипастори поочередно приложились к святому образу, после чего произнесли проповеди. И владыка Лонгин, и епископ Филарет вспомнили великую историю сегодняшнего праздника. Главное, отметили архипастори, помнить и чтить подвиг наших предков, которые с верой в сердце отвоевали нашу свободу. Владыки поблагодарили друг друга за совместное богослужение. Сегодня, воспользовавшись гостеприимством владыки Филарета, служить сегодня у чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери. Здесь радости, в святыне Симбирского края. Очень рад вас приветствовать здесь, в нашем мунистре, что согласились приехать, возглавить торжества в нашей обители. Пусть в это время тоже не самое простое, но все-таки хочу выразить вам самую глубокую, суновную благодарность вам, дорогой Владыка, что вы приехали, и в такое непростое время здесь возглавили. По окончании литургии Владыка Филарет провел небольшую экскурсию по монастырю для митрополита Лонгина и выразил надежду, что Высокопреосвященный Владыка будет частым гостем в обители. Дмитрий Горин ведет студия Барышевской епархии специально для Уллправдам ТВ.